Ну, ощущение, короче, на что ночная жизнь особо не получится в Сочи. Они даже не пустили меня в этот клуб без объяснения причин. Так, о ком прикинь, Васяк, не бурный, заходи в клуб, и тогда я весь контроль пройду. Такая вечеринка не может закончиться потасовкой. Итак, всем привет, любители путешествий. Ну, а сегодня мы с вами прогуляемся по ночному Сочи. Посмотрим, как проходит вечерняя жизнь, как проходит ночная жизнь, как проходят дискотеки. Сегодня мы с вами заглянем в мандарин, заглянем на набережную, прогуляемся, покушаем, фарменад будет. Посмотрим, какие развлечения вечером здесь есть. Вот, а здесь есть чем заняться. На самом деле, видите, да, кафешки, все цивильненькое, все красивенькое. Пальмы растут, цветочки растут, все подсвечивается, все такое ухоженное, все красиво. Поэтому, как всегда, готовьте чаек, кофеек, заряжайте ваши лайки. И погнали смотреть выпуск про ночную жизнь в Сочи. Ну, а видео про ночную жизнь я предлагаю начать не с самих клубов, да, пока, в клубы мы переместимся попозже. А все-таки сядем где-нибудь, покушаем, поедим, посмотрим, как проходит вечерний променад, как можно покушать здесь вкусненько. Вкусненько покушать здесь можно много где. Итак, Жорик, супер Жорик даже здесь играет. Здесь дискотеки. Ну, смотрите сами. Слушай, народ сидит тоже на набережной, попивает. Здесь никто, кстати, не гоняет. Можно с бутылочкой в пакетике присесть, наслаждаться вот такой атмосферой. А, ну это, видите, он поет даже. Это не оригинал. Ну, прикольно, прикольно. Вы мне, кстати, на стриме эту песню сказали послушать. Я ее послушал перед поездкой. И, собственно, мы ее с вами здесь и слышим как раз. Есть, соответственно, у винограда больше иностранная музыка играет. Там другая публика. А здесь такая более взрослая, видите. Тоже сидят таким за столиком. Ну, прикольно. Ну, пишите в комментариях, как вам такая атмосферка. Но позже мы с вами переместимся уже непосредственно на дискотеке. Мы сходим в Мандарин. Там все самые основные дискотеки находятся. Ну, и здесь даже по набережной прикольно прогуляться. Караоке, танцы, дискотека. Больше, на самом деле, здесь взрослые такое поколение отдыхает. На дискотеке, соответственно, больше молодежи приезжает. Ну, и побываем и здесь, и там. Вот, всякие шашлыки, машлыки, разливное пиво. Все это здесь. И смотрите, шашлыки сколько у нас. Свинина 140. Куриная пиле 110. Голень 80. Ну, опять же, все по доступным ценам можно приобрести. А почем всякие алкогольные напитки. Ну-ка, посмотрим. 100 рублей шампанское. Эль 100 рублей. 100 рублей, 100 рублей. Все разливное 0,5 по 100 рублей. Короче, и такое, и попить. Вот чем дальше туда уходишь, на самом деле, от мандарина, тем больше взрослого поколения. Чем ближе к мандарину, тем больше молодого поколения. Все такое современное. А здесь такая релаксовая. Мне и то, и то нравится, на самом деле. Друзья, ну у нас начинается самая интересная часть видео. Мы с вами идем в клубешники. Сейчас уже почти 12 часов дня. 12 часов дня. 12 часов ночи. Сейчас мы с вами поднимемся, прогуляемся. Вообще, в принципе, сейчас я хочу походить, посмотреть. Вообще, все клубешники в мандарине находятся на втором этаже. Я, честно говоря, название их не помню. Вон там что-то, Бестужев, что-то там еще. И все вот эти бары, они все на втором этаже. Сейчас мы туда поднимемся. Пишите, кто был в Сочи, какие у вас любимые клубы, бары. Вот. Я сейчас как бы буду все только проведывать, разведывать. Сейчас вам все это дело покажу. Вообще, вокруг мандарина все выглядит очень по-европейски. На самом деле, мне кажется, я уже говорил это несколько раз. Фонтанчики подсвечиваются, пальмочки подсвечиваются, ресторанчики работают. И это даже 12 часов уже ночи, да, практически. А люди еще сидят в ресторанчиках. Нет, чтобы как бы с утрицарой пораньше работать, чтобы завтрак был. Привет, привет. Привет, маме. Маме, привет. Вот, девчонки могли передать маме, мы уже пересекаемся не первый раз. Мне, мне кажется, его кто-то рекомендовал из подписчиков. Напишите, если вы рекомендовали. Вот, а мы сейчас заглянем. Там, в принципе, какая-то рокового, такого, рокового направления музыка играет. Я люблю, в принципе, фанк-рок такое, вот можно послушать. Давайте заглянем. Короче, они даже не пустили меня в этот клуб. Без объяснения причин, так сказали. Не по формату одет. Я брюки, джинсы сюда не привозил. Какую-либо одежду не привозил. Ну, имейте в виду, вот такая здесь охрана у этого Харац Репаблик. Отстой, дизлайк, короче, мы им ставим. Вот, так что погнали в следующий клуб. Посмотрим, пустит ли меня интересно в таком виде. Так, а что, может быть, выйти, пойти и переодеть? Я же спортивные штаны взял. Может быть, в спортивных штанах надо ходить? Фиг знает, так интересно. Это мне уже интересно. Первый раз вышел в клуб, первый раз и не пустили. Так, ребят, ну, ощущение, короче, у нас, что ночная жизнь особо не получится в Сочи. Потому что в шортах никуда не пускают. Я прилетел в шортах. Я спросил, а если я надену черные спортивные штаны, вы меня пропустите? В спортивках тоже нельзя. Ну, и что, все ходят в джинсах. И что? И что? Очереди Бестужины. Ну, это, типа, самое крутое. Вот я сейчас подписчиков встретил. Прикольно. Пообщались, сказали, что вот Бестужин самый нормальный. Но меня туда в шортах точно не пустят. Трезвых, говорят, ну, приехали туда на машине. Говорят, я, говорят, ну, ты пьяный. Меня туда не пускают. Вот, ну, поэтому очень какой-то здесь тотальный досмотр фейс-контроля. Короче, я думаю, а может быть, в таком прикидевать, как не нужно, заходи в клуб. И тогда я фейс-контроль пройду. Ну, ладно, не, конечно, кепку я не буду надевать. Ну, вот у меня я взял с собой, на всякий случай, штаны, чтобы на скутере ездить в холодную погоду. Не знаю, они мятые, конечно. Давайте, делайте ваши ставки. Пропустят или не пропустят меня фейс-контроль. Попробуем пройтись по тем же местам и по новым, где меня еще не видели. Ну, блин, ну, пипец. Вот это меня больше всего бесит в наших клубах, что пипец такой. Везде, в сланце, в бортшорта хоть приходи. На любую дискотеку в Таиланде, на пляжную дискотеку ты попадешь без разницы. Никакого, людей это не досматривает. Не придирается. Главное, чтобы ты там был, не был там хлам, грубо говоря, убитый. Ты идешь развлекаться, ты идешь тусить, ты идешь на море, ты в пляжной одежде, в шортах. Господи, что я в городе, что ли, пришел в шортах? Я на курорт пришел на дискотеку. Меня это просто забесило. Это жесть, это полный бред. Короче, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Цацы там ходят на каблучках, конечно, в таких юбочках, короче, под съем все. Сейчас посмотрим. Ладно, давайте, короче, делайте ставки на Дамиос какие-то, штаны Дамиос. Так, ну, что-то мне, короче, кажется, что сильно лучше не стало. В шортах было даже поприкольней. Ну, ладно, короче, глянем. Ну, либо вы будете без ночной жизни. Сами понимаете, по какой причине. Это полная жесть, конечно. Итак, ну что, попадаем мы с вами все-таки в клуб Рокс, называется. Сейчас посмотрим, как там. Мне браслетик уже дали. Все-таки штаны сработали, представляете? Штаны работают. Берите с собой в Сочи обязательно запускные штаны. Если бы я был в шортах, видите, меня не пропустили. Дали браслетик, так что все, можно в штанах проходить. Ну, погнали. Куда поделись? Все, приветствую. Спасибо, спасибо. Так, о, у нас здесь Моргенштерн. Моргенштерн играет. Погнали. Моргенштерн играет. Барчик нормальный такой. Я даже назвал его барчиком, не клубом. Да, такой, ну, мини-клуб. Небольшая такая территория у него. В принципе, Моргенштерна поют. Такая более подсовременный молодежный лад. The Rocks. Он The Rocks. А сейчас мы с вами пойдем. Я там, кстати, встретил подписчицу. Прям ярая подписчица. И папа у нее прям мой ярый фанат. Прям неожиданно. Меня сегодня много узнают. Вот под вечер почему-то. Днем. А, я, наверное, на велике. Блин, мы всех быстро подскакивал. Никто не успевал подойти. А вечером сейчас я медленно, видите, плавно гуляю. Наверное, из-за этого фиг знает. Ну, короче, к вечеру прям куча фанатов моих собралось. Вот. Но мы с вами сейчас попробуем зайти в Бестужево. Не гарантирую вам. Вдруг штаны, я забыл, как они. Демикс, Денис. Как-то так называются. Пустят, пустят. Не пустят, не пустят. Демикс, Денис. Демикс, Денис. Так, ребят, ну что, имейте в виду, что обязательно нужно иметь спортивки. В общем, прошел я во все бары. В шортах не пускают. Причем на курортном, как бы, в курортном городе, да, здесь вот рядом буквально в нескольких метрах море находится. В шортах не пускают. Пожалуйста, переоделся. Все, у меня раз браслет, два браслет. Вход во все клубы, что в тот, Рокс, который, да, вот впереди, что в, кто там, Бестужев, что в Бестужев стоит 500 рублей. Вот, я бы, и в эту стоимость ничего не включено. Это, как бы, минус, я могу сказать, потому что в любом, ну, не знаю, там, в Таиланде, да, ты, как бы, ну, не, там, бывают, кстати, платы иногда 300 бат, иногда, не, бывает все-таки, да, берут иногда платы за вход. Ну, в большинстве случаев все равно это бесплатно, а здесь, получается, два клуба подряд, и все равно по 500 рублей нужно заплатить. Ну, весело. На самом деле, пиво стоит 400 рублей, но я, как бы, так, чуть-чуть весело поддал, и, соответственно, мне много пить нельзя. Мне завтра нужно проходить алкотестер. Поэтому я что-то уже такой немножко навеселе. А куда мы все едем? Куда мы едем? Не, я на шестое хочу. Камеру, ввели камеру. Да ладно, я... Вас здесь нет же вообще. Я для мамы снимаю, я для мамы снимаю. Вы же вообще не здесь, типа. А, вы на второе съемку сюда. Я здесь бурил только что. Ничего ты. Дягилев, Рокс, кафе, я так понимаю, вы же сюда приехали, да? А ты блогер? Я для мамы снимаю. Ну, и для любителей, кстати, всякого транса, техно, дип-хауса и прочего. Вот есть Breaking Bad Bar. Находится прямо на побережье, с видом на море. Ну, я такую музыку не перевариваю, мне это не нравится. Это, в принципе, напоминает мне панган. На пангане такая вот электронщина играет. Но я знаю, что многим это нравится, на самом деле. Поэтому пишите в комментариях, кому нравится такая музыка. Ну, я больше по попсе. Мне лучше, чтобы даже попса с СССР играла. Вместо вот этой ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, какая-то она однообразная. В общем, это не для меня музыка. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна, ты одна такая. Чужая стала сама себе. Короче, как-то и так можно развлекаться в Сочи, точнее, в Адлере. Не, прикольно, прикольно. Можно сходить и в молодежный формат, дискотеки послушать. Можно и вспомнить юность, я не знаю. Ну, руки вверх, это юность. Это даже не Советский Союз. Это круто, это круто. Очень прикольный, на самом деле, формат. Прикольная кафешка. Видите, люди сидят, там можно даже посидеть на набережной, послушать эту всю музыку. Ну, очень крутой формат, прикольно. Я решил здесь пивка прийти, попить. Здесь всякие, ну, такие ретро-ретро песенки играют. Не молодежные, не Моргенштерн, короче. К слову говоря, ни одна такая вечеринка не может закончиться потасовкой. В конце вот такой финиш, прям. Ах ты, кодюль, ах ты, плохой такой. Сейчас драка, давай, раз, ударь его. Ха-ха. А сейчас по-дебоширят и разойдутся. Короче, пьяные рамсы, как всегда. Вот, ну все, а дискотека закончилась, и мы с вами пойдем дальше. Вот, ну, как бы стандартный пьяный кипиш, который происходит на... Ты можешь ногами вархать, что ли, здесь? Ха-ха-ха. А это даже девчонки сцепились. Смотрите, какое здесь красивое заведение с пальмами, прям, со столиками. Это прям здание какое-то. А что это за ресторан? Я что-то даже вывески не вижу. Что это красиво, красиво выглядит. Битком все забито, конечно. И фонтанчики есть, и пальмочки растут, и сверху подсвечивает очень колоритно. И танцы, и песни, и караоке вам. Все здесь. О, пошло, видите? Вот, что надо петь с вами на стриме. Мы, в принципе, это и поем. Короче, пишите в комментариях, как вам такое оформление. Я скажу, даже круче, чем у Новикова. С фонтаном, с пальмами, прям антураж огонь. Но еще раз повторюсь, выбор, выбор, выбор. Где хотите, там можете и присесть. Хоть здесь, хоть с фонтаном, хоть без фонтана. Хоть пойти в столовку, хоть в столовке посидеть, просто перекусить. Недорого. Безусловно, здесь будет недешево посидеть в таком заведении, да, с пальмами и с фонтаном. Но, если как бы хотите подешевле, можно и подешевле. Хотите подороже, можно и подороже. Но в любом случае, подороже. Это будет дешевле, чем на Сейшелах в 10 раз, я как бы вам гарантирую. Да, ну вот, помимо того прочего, виноград, да, как я вам рекламировал, в котором мы уже завтракали с вами. Опять же, та же самая паста. 590, 460, 630, 690. Короче, очень даже и доступно. Поэтому пойдем дальше с вами прогуляемся. Это причем самые такие мажорные места, да, здесь такие жирные находятся. Здесь вода, возможно, в воде мы с вами покушаем. Чайхана, сыроварня, виноград. Это такие топовые места. Вот у них такой пятачок, где облюбовали такие, ну, это самые дорогие, вы понимаете, самые дорогие 600-500 рублей паста. То есть где-то в другом месте там 400 рублей паста. Ну, вы можете найти столовку и за 200, и за 300. Короче, сядем, я думаю, в воде. Потому что сыроварню я не люблю, сыры я не люблю. В этом как бы сидели уже, а вот здесь еще не сидели. Поэтому сюда, я думаю, стоит присесть. Так, ну что, все, я пересел, здесь вода. Давайте посмотрим с вами. Мне его подписчики уже советовали в Инстаграме. Давайте что-нибудь, да, думаю, да закажем. Что у них здесь фирменное, интересно. Здесь все есть, видите, и суши. Ну, сколько суши? 600 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 480 рублей. С офигеннейшим видом, да. То есть вы видите, на набережной, опять же, это можно днем, при свете дня. Здесь набережная. Народа не так уж много. Все, зеленушка, красивенько. Блин, то есть это топ место. Место топ, мне его советовали. И, блин, сейчас что-то, да, значит, я закажу, полистаю, покажу. Ну, вы видите сами цены. 200, 290, 290, 290. Опять же, в таком заведении шашлыки 400 рублей всего лишь, 550. Люля-кебаб. Я думаю, вот, наверное, или люля-кебаб заказать лишь шашлык из курицы. Что лучше, интересно. Давайте люля-кебаб сравним с турецкими, как они сделают здесь люляки. Вот, но опять же, мне главная атмосфера, вид. Здесь в соседнем кафешке, вот, в винограде играет такая музычка. Можно по кайфу посидеть, порелаксировать. Итак, друзья, наконец принесли люляку. Быстро, кстати, приготовили. Здесь у меня свежевыжатый фреш какой-то с киви чем-то там. Даже не знаю. Давайте с вами заценим люляку. Давайте. Ой, блин, хотел ее взять с лавашом, но не получается отцепить. Ну, ладно, давайте отдельно люляку заценим. Охрененно. Блин, очень вкусно. Лучше, чем в Турции. Реально. Ммм. Прям сочно. Сточно мощно, прям, что говорится. Офигенно. Очень круто. Поэтому, не, люляку одобряю. Люляка вообще огонь. Вот этот сок тоже давайте попробуем с вами свежевыжатый фреш. Тоже огонь. Короче, одобряем. Заведение проходит. Мое одобрение прям очень вкусное. Люляка вообще прям огонь. И кто-то мне здесь, на самом деле, когда мы снимали выпуски про Сейшелы, кто-то говорит, ты что машешь в выпуске вилкой? Ты что машешь в выпуске едой? Шатал я, мотал такие комментарии. Мотаю, шатаю вот так вот вилку. Шатаю еду и отправляю ее мощно, сочно. Вот. Всякие эстета, типа, там, нужно есть вилкой. Вилку нужно держать в левой руке, там, ножик нужно держать левой ногой. И идти в баню. Короче, очень вкусно. Подача офигенная. Лучок есть. Всякая зеленушка. И такой сачок. И все вот это вместе, 600 рублей всего. Дорого это или недорого, пишите, пожалуйста, в комментариях. По мне, так это, это очень дешево для такого заведения. Рыжие смыслово, там, 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 и в глазах. И в море, так, там, 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 и на меня. И на меня, там, 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 мой, моя любовь. От меня ветер с твых перемен, тебя уносит, не оставит мне даже тени взамен. И вон висклосит, может быть, хочу улететь я с тобой в желтой осенней листвой. Я отправлюсь на землю, чтобы жизнь не пророчил. Я приду туда, где ты. Зайдешь в небес солнце, где разбитые мечты. Вылетаешь от небес с узой высоты.